Особое внимание в Саровском физтехе уделяют научно-исследовательской деятельности будущих специалистов в технических областях знаний. Студент четвертого курса Александр Буркацкий учится на кафедре экспериментальной физики. Его научно-исследовательская деятельность связана с понятием сонолюминесценции. Этим направлением Александр заинтересовался еще на втором курсе и начал делать первые шаги в науке в лаборатории физики высоких плотностей и энергии. Это исследование может пригодиться в изучении сонолюминесценции, а это, если будет возможно, если это действительно так, то можно создать акустический термоядерный синтез на основе коллапсирующих пузырьков. На шести факультетах вуза учатся порядка тысячи студентов, 30% из которых иногородние. За успехи в учебе будущих научных сотрудников, инженеров и программистов поощряют именными стипендиями. В этом году 29 студентов претендуют на получение повышенной государственной стипендии. На ежегодной конференции по итогам года благодарственные письма вручили подающим надежды исследователям в области точных наук. Я считаю, что студенты, учащиеся в техническом институте, должны заниматься подобными вещами, потому как, если им это интересно, они должны этим заниматься. Если им это не интересно, то зачем учиться в техническом институте? Не только парами, лабораторными работами, зачетами и сессиями наполнена студенческая жизнь. Не так давно на базе Саровского физтеха возобновилось движение студенческих отрядов. В летние каникулы их участники работают на предприятиях атомной отрасли, трудятся в детских загородных лагерях и на железной дороге. В нашем городе возрождаются строительные и педагогические отряды, желающих попасть в их ряды достаточно много. Ребята должны быть отличниками и активистами, потому что всероссийская стройка – это не просто работа. Там каждый день – это какое-то мероприятие, к которому нужно готовиться. На конференции студентов и преподавателей благодарственными письмами также отметили активистов общественной жизни вуза. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова